Ты мне скажи, почему ты себя так грубой ко мне? А почему ты не можешь ниже, как вчера, ты все так мягкий, так хорошо, понимаешь? Было время подумать у меня ночью, значит, подумала я тут после встречи. У меня такое ощущение, что ты не совсем честный человек. Ты человек манипулятор, который играет уже не чувствами или эмоциями и так далее, и так далее. Короче, пиздовол. Hello,大家好,我是流浪在俄罗斯. На期视频,我单独和我家前对象的闺蜜见了一面, 结果这小姑娘给我说了一大堆,有的没的. 我有看你们的评论,就觉得事儿吧,不清不楚的, 反正也没有必要再追问下去. 这段时间,我前对象一直忙着工作, 所以说有时候我就在他家暂住. 我们宿舍主要是暖气不怎么好,外面又很冷, 毕竟是十几年的老建筑,供暖问题不足,也可以理解. 而且我还感觉我前对象不希望我离开他, 所以说就将就在这边住了两天. 但是这屋里呢,还有一位就是他闺蜜, 我今天下了课以后就来他家了. 咱倒不是自作多情,但是确实我每次离开以后, 我前段相机给我发短信说他很想我. 所以正好趁这段时间呢,好好地交流交流, 把所有的事情给聊开, 看看未来我们还有没有再在一起的可能. 也顺便帮他做做家务什么的, 毕竟他工作繁忙, 但家里呢,永远都不是我一个人. 你们也知道他闺蜜心智不太成熟, 所以说总是喜欢整点事儿. 我对我好想。 好想。 你不要评论我,我不会认识, 我认识我,我没有认识我, 谢谢你,在你的照片里面。 我需要我。 你帮忙我。 你什么,在你工作人家吗? 你喜欢吗? 没有! 你为什么现在说我没有? 你不模仿? 你是月用了吗? 你不是月用了,不是我。 你昨天说我喜欢你。 我这么说的。 Я тебе сказала, подумай, угадай сам. Поэтому я сказал, что я хочу воды, можно налить воду? Сам налить. Человек ее что ли? Нет. Помогай, пожалуйста, что ты... Хорошо, Лана. Помогай мне воды, как гости приехать. Это твой дом, нет? Да, мой дом. Но поэтому можно делать воды. Нет, нельзя. Почему? Потому что, во-первых, я тебе не служанка, чтобы тебе обслуживать тут. Понимаешь, это моя превышает мне брикаша, а не ты. И чё? Дома-то сейчас я, а не она. Мне кажется, что у тебя сейчас месячный байдан. Ты только сказал что-то, я тебе понравился. А сегодня, хотя ты не сказал, но ладно. Ну, ты приступил меня, понимаешь? Это скорее у тебя гон, чем у меня месячный байдан. Я хочу воды, просто вода. Помогай, пожалуйста. Вот слово «пожалуйста» надо было сразу сказать. Да, я хочу воды. Большое спасибо, я думаю, что я хочу. Нет? Нет. мне больно. Мне не нравится. Я ищу кучу. Это очень тяжело, как я лечусь. Тем более, это не как раз, нет? Я не знаю, что здесь такое хрень, наверное. Нет, чтобы не study это. Мне так сложно. Давайте ему пожаловать. Поэтому. И я чувствую себя в том, что это как-то мимо. деще стоит мне принять и я бы político т вот не вам Продолжение следует... Тепло. А почему ты так грубый ко мне? А я должна быть к тебе такой? Разве? Не, должна быть. Но я чувствую, что ты сегодня ко мне недочувствуешь, не понимаю. Поэтому я не привыкла, потому что все ко мне очень хорошо, а сегодня у меня такая, что случилось. Ну, знаешь, было время подумать у меня ночью, значит, подумала я тут после встречи. Вот. У меня такое ощущение, что ты не совсем честный человек. Я не честный человек? А кто я? Ты человек-манипулятор, который играет уже не чувствами или эмоциями и так далее, и так далее. Короче, пиздобу. Я пиздобу? Да. Ты, блин, вчера, ты понимаешь, здесь сидят по мне очень пиздор. Вчера ко мне так добрый, мягкий, а сейчас... У меня было время подумать, и я обдумала все. Либо что ты поговорил с меня вообще, либо она тебе что сказала? Мы с ней не разговаривали. Так грустно вообще. Я не понимаю. Я спросил только воды, и ты мне приезжает и сказала, что... Поплачь. Надо... Я только посмеюсь над твоими слезами. Грустно. Я не привык. Поплачь, а я их в баночку соберу. Поплачь. Нет, нет, не хочу. Уже грустно. Ты не любишь меня, Боже. А я тебя люблю. Ну ладно,兄弟们,我就不多说了. 这小姑娘对我的態度,不管变没变吧, 但确实让我很高兴. 因为我再也不用多一份思考. 如果她真的不打算打扰我和我前对象的关系, 我高兴还来不及. 只是今天我刚来到她家以后,整个人都给我惊了. 这就是她把所有的玩具都给陈列起来. 你说想和她讲吧,能看她那么多玩具, 就感觉她智商不在线. 我一直觉得她今天的行为确实有点奇怪, 总有种埋怨的味道在里面. 当然了,也希望是我多想. 毕竟我俩保持点距离才是正常的关系. 不光我有没有和我前对象在一起, 这都不重要. 至于我和她闺迷,当然还是距离产生美. 这期视频就到这了, 非常感谢大家的点赞,还有关注. 然后有些小伙伴就特别好奇我前对象做什么工作. 既然她说她是卖玩具的, 我也很好奇到底是什么样的玩具. 因为我一开始问她,她不愿意告诉我, 所以说就给她一个惊喜, 突然去找她看看她什么样的反应. 那我们就下期视频不见不散了, 谢谢大家。